Вернемся к теме коронавируса. Сейчас помочь американским врачам, которые ежедневно спасают жизни людей, стараются многие, не остаются в стране даже подростки. Школьник из Вашингтона запустил благотворительный проект, в рамках которого напечатал на 3D принтере несколько тысяч основ для защитных лицевых экранов. Карина Бафраджан познакомилась. 18-летний Джона доктор Лоуп, в отличие от других американских подростков, продолжает ходить в школу не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы помогать. На школьном 3D принтере Джона печатает пластиковые щитки для медицинских масок, которые затем отправляют врачам в больницы Вашингтона. Все это он делает в рамках проекта «Принт-то-протект» – «Печатать, чтобы защищать», который он запустил в марте. Я опубликовал пост о проекте в одной из групп на Фейсбуке, которая помогает больницам. Отклик был невероятный. Люди сразу начали регистрироваться. Каждый день прибавлялось от 5 до 10 волонтеров с 3D принтерами. Это было невероятно. Я ведь занимался всем один. Думал, как продезинфицировать все оборудование, как все доставить в больницы. А потом у меня появилась целая команда. Сейчас число волонтеров больше не растет, потому что те жители Вашингтона, у которых есть дома 3D принтер, уже откликнулись. Но зато мы стараемся максимально использовать наши возможности. Сейчас в проекте задействованы 170 волонтеров. 100 печатают щитки, 70 разводят их по больнице. Подробную инструкцию, как правильно напечатать 3D-маску, можно найти на сайте Print to Protect. Расходы на материалы волонтеры берут на себя. Но чтобы увеличить количество производимых щитков, Джон открыл онлайн-фонд по сбору средств. Сумма пожертвований уже перевалила за 7 тысяч долларов. Среди участников проекта есть как взрослые, так и школьники. Сначала я переживала, чем же я займу себя в свободное время. Теперь я посвящаю его потрясающему делу. Наше поколение научилось использовать время с пользой. И многие из нас постоянно ищут возможность сделать что-нибудь полезное. Это здорово, что столько людей присоединились к проекту. Школа для меня по-прежнему на первом месте, но я хотела найти время и на этот проект. В следующем году я должна поступать в колледж, хотя, конечно, в ситуации с пандемией уже ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому, когда появляется возможность что-то изменить и повлиять на людей, этим надо заниматься. Я рада, что у меня появилась возможность помочь. Возможность помогать Джона называет привилегией. Благотворительность, особенно в такие неспокойные времена, это помощь не только другим, но и самим себе, говорит он. Нам это приносит огромную радость, помогать городу. Поэтому помощь другим – это всегда улица с двусторонним движением. Карина Бафраджан, Давид Гагохи, Настоящее время Америка, Вашингтон. Американская столица, в отличие от других регионов США, пока даже не помышляет о возвращении к нормальной жизни. Малый бизнес пытается удержаться на плаву всеми силами. Владельцы одной из местных сетей кофеин решили выпускать антисептические гели по рецепту Всемирной организации здравоохранения. Причем используют для этого цистерны, где до кризиса варили сироп. Я подружился с Майклом, пока мы были в морской пехоте. Люди не знают этот секрет, но армия на самом деле работает на кофейной тяге. В Афганистане мы пили военный вариант кофе. А когда вернулись к мирной жизни в Вашингтоне, а мы, земляки, решили, что было бы здорово открыть бизнес по обжарке. У нас 12 кофеин. Раньше в день мы обслуживали несколько тысяч клиентов. Удар пандемии был разрушительным. Нам пришлось закрыть половину кофеин. Мы лишились 80% прибыли. Мы уже знали своих клиентов в лицо по утрам, когда они приходили за своей чашкой. Мы приветствовали их по имени. Сейчас такого нет. Если вы посмотрите вокруг, то увидите большие бутылки. В них были сиропы. Ваниль, шоколад, чай. Все это мы добавляли в кофе. В какой-то момент мы поняли, что просто окружены уже готовой тарой, которую можно использовать под антисептик для рук. В Вашингтоне существует огромная нехватка этих средств. Их почти никто не производит. Поэтому, когда мэр города Мюрриэль Баузер связалась с нами и спросила, не можем ли мы оказать помощь ее правительству, мы согласились. Наш первый заказ был на 3,5 тысячи литров санитайзера. И мы доставили его в городские службы. Мы запустили производство 15 марта. К концу дня у нас примерно 2,5 тысячи бутылок, которые мы отгружаем для доставки нашим клиентам. Надеемся, что это предприятие сможет приносить нам прибыль уже через несколько месяцев по мере роста продаж. Эти санитайзеры спасли нашу компанию. До начала пандемии у нас было 190 сотрудников. Нам пришлось сократить 80% персонала. Сейчас осталось только 39. Треть из них, если не половина, занята производством санитайзера. И мы надеемся, что наша работа помогает Вашингтону. Лично для меня эта работа просто спасение. Я должен встать, одеться, приехать на работу. Все это имеет огромный смысл. И что еще больше радует, я помогаю своим соседям, врачам больниц, спасающим людей от смерти. Моя работа приносит мне радость. Думаю, что в будущем, оглядываясь на эти времена, мы будем осознавать, что сделали свою часть работы для выживания нашей общины. Как многие другие предприятия, мы были вынуждены полностью изменить свои планы, изменить то, как мы думаем о будущем и о своей роли в обществе. Поэтому теперь мы производим антисептик. И я уверен, на 100% уверен, мы выстоим.